Эксперты отмечают, что отдельные категории электроники сложно заместить альтернативными брендами за короткий срок. В основном речь идёт о премиальных моделях бытовой техники, смартфонах и так называемых «умных часах». Общего объёма запаса хватит до августа-сентября, при условии, что в страну довезут партии гаджетов, заказанных ещё зимой, которые сегодня находятся в Европе. А ритейл не накроет волна ажиотажного спроса. Избежать дефицита тех же компьютеров во второй половине года удастся при поддержке параллельного импорта из Турции, Казахстана и Узбекистана. Поскольку способы доставки такой техники в Россию, в том числе и через третьи страны, отработают только к июню. Электроника из раздела параллельного импорта мало чем будет отличаться от той, которую привозили с согласия производителя. Здесь позитивным моментом может стать снижение цен. Также отметим, что эксперты не так давно объясняли, что в России не ожидается дефицита с продуктами питания. Однако с рядом других товаров могут возникнуть трудности, а именно перебои в поставках кофе, бытовой техники и даже туалетной бумаги. Осталось только добавить, что по данным Росстата, после резкого скачка цен в марте торговые сети начали переписывать ценники в обратную сторону. Ноутбуки и планшеты уже подешевели почти на четверть, а стиральные порошки на 15%. Причина – падение спроса и укрепление рубля. Но производители пока не готовы серьёзно снижать цены. Стоимость сырья, упаковки, логистики продолжает расти.